Приветствую, вы на канале Медвежий Барабан. В прошлом видео мы обозревали вот такую сумку EDC, сумка фирмы Дяг, и разыгрывали холдеры. А сегодня на обзоре у нас очередной интересный аксессуар, аналогично производству Дяг. Вот такой нейлоновый EDC холдер V3. Успела с ним уже походить недельки три, и скажу вам, что это просто огонь. Считаю, что это отличнейшая замена кошелькам и портмоне на каждый день. Но обо всем по порядку. Поехали! Итак, последние года два я ходил вот с таким портмоне собственного производства. Соответственно, делал под себя и для своего удобства. Для меня важно было, чтобы данный аксессуар вмещал в себя как минимум 10 карт, был отдел под паспорт и снилс, и имел отдел под различные записки там и чеки. В аксессуаре от Дяг я, в свою очередь, получил даже больше, чем ожидал. Непосредственно о самом холдере. Сразу о размерах. Размеры его составляют 16 на 11,5 сантиметров. А толщина зависит от того, как вы уже его набьете. Материал это достаточно плотная кордура. Спереди у нас расположилась вот такая велкро панель для размещения на ней патчей, ну или что вы сами туда приспособите. Также на лицевой стороне имеются два отделения на молнии. К слову, отличного качества, на которых расположились вот такие кусочки паракорда для удобства открывания. К слову, самый интересный момент, что вы всегда можете их, допустим, срезать и сюда сделать такие темлячки любого цвета из паракорда, который вам будет по душе. Далее, первое вот такое небольшое отделение, которое лично мне видится отделением, например, для мелочи. Положить какую-нибудь флешку, зажигалку. В общем, все зависит от вашей фантазии. Друзья, небольшое отступление. Как говорится, вы просили, а мы сделали. Ребята бренда DIAG предоставляют для подписчиков моего канала промокод на скидку в 10% на свою продукцию. Как говорится, пользуйтесь на здоровье. Промокод MB. Следующий отдел на молнии. Это основной отдел, который имеет просто огромное количество отсеков. Вот с таким оранжевым подкладом. Один из отсеков я использую под документы. Сюда у меня помещается паспорт, снилс, документы на машину. При большом желании сюда же можно еще что-нибудь набить. Стоит отметить, что ребята учли все размеры документов и они с легкостью сюда помещаются. Следующий отсек я использую под наличку и различные записки и чеки. Далее отсек под карты. В каждый отсек у меня без проблем помещается по 4 карты. Это первый ряд. Второй ряд я использую под одну карту, которая должна у меня быть в быстром доступе. В общем, та, которую чаще всего используете. То есть банковская карта или, например, там пропуск у вас. И еще один отсек под карты в данный момент у меня пустует. Но я думаю, скоро и он заполнится. Или, например, можно просто распределить все эти карты по разным отсекам, а не набивать по 4 в каждой. Но для наглядности показываю вам, сколько сюда влезает. По факту у нас остается один отсек прямо посередине. Опять же, можно использовать для быстрого доступа, например, под тот же пропуск. Ну или еще какие-то документы, которые вы на постоянной основе носите с собой. И это еще не все. Если приглядеться, то по краям отсеков для карт мы видим еще по 2 небольших отсека. Которые можно разместить, например, карандаш икеевский. Сюда отлично вот подойдет. Небольшую ручку. Зацепить викторинокс классик. И опять же, то, что вам будет необходимо. В общем, производители максимально выжили из данного аксессуара. В плане полезного пространства. Задействовали абсолютно все. Далее, переходим к тыльной стороне холдера. Здесь у нас два вот таких кармашка. Один из которых я использую под складной нож. А во втором также можно разместить, например, ручку. Помимо ножа, также сюда можно поместить небольшой фонарик. Остальное зависит уже от вашей фантазии. Ну и это еще не все. Так скажем, вишенка на торте. Вы, наверное, заметили, что я обошел стороной вот эти две стропы петли. Так вот, имеется у нас такой ремешок для одевания через плечо. А для фиксации холдера используется такого плана карабин. Честно говоря, интересное и необычное решение. Сам ремешок на фастексе. Все регулируется по размеру. Идея мне нравится, ведь это расширяет вариант ношения данного холдера. В руках носить тоже не всегда удобно. В рюкзак кинуть, ну, такое себе. А тут тебе, пожалуйста, всегда под боком. Ну что, время подвести итоги. По сути, я нашел отличную замену своему портмоне в виде данного нейлонового EDC-холдера, в котором меня более чем все устраивает. Как вы сами видели, набить его можно всем самым необходимым. То, что понадобится на каждый день. Куча отсеков и отделов. Плюс имеется возможность повесить его через плечо. Отличный вариант на лето. Но и холодное время года не становится исключением. Так как носить холдер через плечо под курткой также представляется возможным. Из-за своих размеров он не будет выпирать и доставлять дискомфорт. Вот такой обзор получился. Старался все максимально подробно рассказать и ознакомить вас с моделью холдера. Холдер Нелон В3. По традиции все ссылочки на холдер и производителя будут в описании под данным видео. И в закрепленном комментарии. Залетайте и ознакомливайтесь. Друзья, а понравилось видео, тогда поддержи меня лайком и подпиской на канал. Ну а обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо. Всем пока.